А вот образование в Казахстане, как заявил Касымжамар Токаев, во время ежегодного послания выйдет на новый уровень. Изменения коснутся всех уровней и структур, начиная с детсада, заканчивая профессиональным и профильным образованием. Насколько эти нововведения улучшат жизнь казахстанцев, попытался понять Максим Козлов. Теперь учеба в желаемом ВУЗе не будет несбыточной мечтой. Если раньше кто-то не мог позволить себе платное обучение, теперь все намного ближе к реальности. Касымжамар Токаев в своем послании народу Казахстана анонсировал льготное кредитование на обучение под 2-3% годовых. Одним из основных посылов этого послания является развитие человеческого капитала и инвестиций в него. Все реформы в системе науки и образования, в том числе высшего образования, и предлагаемые президентом страны меры по льготному кредитованию образования, по выделению новых дифференцированных грантов, все это будет способствовать не только доступности, но и повышению взаимной ответственности всех участников образовательного процесса. Педагоги в школах теперь тоже будут работать по-новому. Значительное внимание будет направлено на квалификацию преподавателей. Повышать ее теперь будут раз в три года, а не в пять лет, как раньше. Главное, подобные переаттестации должны проходить исключительно на бюджетные деньги. Самая главная задача, которую президент поставил здесь перед педагогами страны, не догонять упущенное, а идти на шаг впереди и, в общем-то, самим задавать какие-то тренды в образовании. Вот это очень важные такие высокие задачи, которые перед нами стоят. Задавать тренды придется. Последние два года дистанционного обучения и карантина значительно просадили знания школьников. Новый учебный год будет длиннее, чем всегда, 36 недель вместо 34. На нагрузки детей это не скажется. Благодаря увеличению срока обучения школьники теперь перейдут на пятидневку. Еще больше будут уделять внимание профориентации. Уклон большой делается на раннюю профдиагностику в школе. То есть девятиклассникам нужна помощь. Им нужны психологи, которые с ними, проводя анкеты, выявляют их способности. Он либо гуманитарий, либо технарь. Потом помогают при выборе профессии, так как наше будущее это наши дети, их знания. И поэтому выбор профессии очень имеет большое значение. В этом учебном году в школы Казахстана пошли почти 3,5 миллиона человек. Около 400 тысяч из них первоклашки. Остается только немного подождать, чтобы увидеть, насколько продуктивно изменения вольются в учебный процесс. Максим Козлов, Сагангарим Унайтпасов, телеканал Алматы.